Перед днём города в социальных сетях чебоксарцы устроили флешмоб. На своих страницах горожане размещали видео с Петром Корняковым. В нём он рассказывал о своей мечте – познакомиться с пилотажной группой стрижей и посидеть за штурвалом. А за исполнение мечты начинающий историк обещал лётчикам помочь найти информацию о предках вплоть до начала 18 века. Сдержал ли он своё слово? Об этом далее. Я служил в военно-воздушных силах 40 лет назад. С того времени я мечтаю полетать на истребителей. В день города к нам прилетают стрижи. Прошу жителей республики поддержать меня и поделиться этим видео. Всё началось с того, что чебоксарцы стали делать репосты этого видео. Обратил на него внимание и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Так мечта Петра Васильевича осуществилась. С пилотажной группой он встретился сразу после показательных полётов над городом. Полетать на истребителе не получилось по состоянию здоровья. А вот посидеть в кабине и пообщаться с пилотами для этого противопоказаний не было. Ощущения очень хорошие. Спасибо всем за поддержку. Мечта осуществилась, а значит Пётр Васильевич, как человек слова, должен выполнить обещание, которое дал в виде обращения. А пилоту, который поддержит меня в моей месте, я помогу найти его предков вплоть до 1700 года. Пётр Васильевич всегда интересовался своей родословной и несколько лет назад даже поступил на исторический факультет Чувашского государственного педагогического университета. Начинающий историк признаётся, тогда на аэродроме испытал такие сильные эмоции, что совсем забыл взять контакты пилотов. Помочь с этим должны в администрации главы республики. Обращение Пётр Васильевич уже отнёс. Пётр Васильевич, ваше обращение принято, будет рассмотрено, о результатах мы вам сообщим. Я решил найти род командиру Стрижи Сергея Ивановича. Сначала я слежусь с ним телефоном, и я хочу узнать, хочет или не хочет он. И скорее всего, ему будет интересно. И я думаю, я найду способы найти. Из биографии руководителя авиационной группы Сергея Осякина известно, что родом он из Магнитогорска Челябинской области. А значит, предстоит сделать запросы или даже съездить в государственные архивы этого региона. Так что работы у студента-историка последнего курса помимо диплома будет достаточно.